Здравствуйте, Лариса Дмитриевна. Здравствуйте. Я традиционно уже собеседование провожу и попрошу вас представиться для нас, смотрящих. Конечно. Мне очень приятно быть здесь и очень приятно видеться с вами вновь уже 13 лет этому мероприятию, хотя я здесь не так часто бываю, по-моему, третий или четвертый раз. На следующие 13 лет это будет уже более, так сказать, да. Попович Лариса Дмитриевна, директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики из Москвы. Очень рада приехать к вам. Спасибо. Потому что ваше мероприятие, вообще хочу сказать, что вот всем нашим слушателям хочу сказать, что это мероприятие совершенно уникальное. В преддверии нового года очередного, в преддверии изменений, которые будут происходить в Российской Федерации, вот такое очень представительное совещание, где обсуждаются новые технологии, где говорят о новых лекарствах, очень важно для врачей, но не менее важно для того, чтобы наши пациенты получали все лучшую и лучшую медицинскую помощь. Поэтому спасибо вам огромное. Вы обучаете врачей на очень высоком уровне. И люди, которые к вам приезжают, всегда с большим удовольствием рассказывают о том, как они провели это время. Спасибо большое, Лариса Дмитриевна. Но уже, чтобы не перехвалить, я пытаюсь вас остановить. И в действительности... Я совершенно искренне, Александр Киреевич. Спасибо большое. Хотел же вас спросить, не даете. Хвалите, я забываю. Но вопрос один я вам задам с вашего позвонения. Лариса Дмитриевна, вот скажите, пожалуйста, приятно слышать. Ну, мы стараемся. У нас трехдневное мероприятие. Мы в календаре мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации. У нас представлена практически вся география страны. На самом деле у нас... И даже вот в этом году, я знаю, мы будем более детально делать анализ. У нас иногородь, то есть приезжих больше даже, чем санкт-петербуржцев. Это не расстраивает, не радует. Ну, такой факт. Я не думаю, что это плохо. Я вам такой вопрос хочу задать. Вы у нас человек продвинутый, все полюбовно говорю. И общаетесь с людьми, принимающими решения. В разных инстанциях. Миниздраве и других конкурирующих, как из нашего диалога. А должны быть, содружественных. В министерствах, других регуляторных. Приходится. Скажите, пожалуйста, мы тут... Основная наша миссия, как вы уже сказали, это сферзадача. Мы хотим быть полезными и во благо никакого пациента. Ни всякого сомнения. Есть у нас проблема в нашей стране. Мы их знаем. В части лекарственного обеспечения, потом на выходе она... Качество медицинской помощи, конечно. Какое бы вам, может быть, дали... Хотя я не буду, что я не знаю какого-то своего... Но все-таки вдруг. Это не лидерически. Дали бы, может, рекомендацию. Что нам надо сделать? Какое-то практическое, чтобы мы, общаясь здесь и принимая какие-то резолюции, какие-то решения комиссионные, какие-то, так сказать, результаты, которые мы хотим внедрить, хотим перетворить в практику. Как мы должны достучаться до... Мы делаем заключение, мы пишем резолюции. Как нам вообще поступать? Дайди какую-нибудь короткую дорожку до тех самых лиц, принимающих решения, чтобы вот и не только наши, и другие площадки, чтобы оно возымело, чтобы нас услышали, слышали бы врачей. И когда-то мы бы сдвигали вот эту какую-то, я не знаю, какую-то, как мне кажется, такую догматичную штуку, вот эту всю сферу лекарственных... Махину, да. Вы поняли, я уже занялся, но вопрос, по-моему, я... Нет, вопрос очень хороший. И на самом деле любые решения, которые принимаются в Российской Федерации, в общем-то, начинаются все-таки с общественного запроса. Если нет общественного запроса, то чиновникам, в общем, и не очень сильно хочется двигаться. Вот в настоящее время сфера лекарственного обеспечения является одной из самых тревожащих российское население. Вся сфера здравоохранения в первых рядах опасений, а лекарственное обеспечение особенно. Именно поэтому через полмесяца состоится Государственный совет по лекарственному обеспечению, где действительно будут рассмотрены в том числе и проблемы, с которыми сталкиваются регионы. Откуда эти проблемы формируются? Они действительно формируются из тех жалоб наших пациентов, которые каждый день слышат наши врачи. И вот анализ таких жалоб, вот их как бы свор, накопление и предложение потом через различные площадки, в том числе общественные или административные, вот это нормальный путь для того, чтобы включить эту проблематику в Государственный совет. Я не могу, я не обольщаюсь, говоря о том, что на этом Государственном совете на ближайшем будут действительно решены серьезные проблемы. Но, по крайней мере, будут поставлены проблемы льготного лекарственного обеспечения, что уже хорошо. Вопрос регистрации, вопросы клинической фармакологии, которые крайне важны для использования в практике, они, к сожалению, пока не стоят остро. Но думаю, что активизация усилий на такого рода площадках, продолжать писать решения, формулировать их жестче и через представительные органы власти представлять их выше, это единственный, к сожалению, единственный путь, а по-другому у нас же ничего не получается. Да так, да, я думаю, что так примерно мы и делаем, и надеемся в этом смысле и на вашу отношение поддержки. Нет, с другой стороны, присутствие на такого рода площадках позволяет любому эксперту, который так или иначе потом озвучивает какие-то проблематики выше, их понять и, может быть, донести в той степени, в которой он сможет это сделать. Я, например, всегда с огромным интересом слушаю те проблемы, о которых говорят здесь, и потом всегда не примену об этом упоминать на любых площадках. Поэтому буду это делать постоянно. Давайте дружить. Спасибо вам. И, наверное, напоследок уже из того, что мы с вами успели, я наторторить, а вы прокомментировать, мы проводили как раз-таки в кузов вчера круглый стол по лекарственному обеспечению, и он был, я просто хочу выделить, он был максимально наполнен в зал. Это подтверждает, что это самая тема льготного, и за это переживают врачи, и за это переживает и государство. А пациенты уж само собой мы тоже обсуждали. И второй, к слову сказать, с переполненным в зал, он был в зал, а динамика просто, ну, она очевидная, где мы проводили круглый стол под названием «Врачи права». Выступал адвокат, и наши врачи, значит, вместо ревма, пульма и гастро пошли. И вот эта тема, лет шесть тому назад, такие же мы, когда начали их делать, такие. Это не правительское, просто надо понимать, что это было бы. И вот за это время настолько проблема актуализировалась, когда обосвелась ситуация. Конечно. И там тоже места не было. Вот, значит, это отражает ситуацию, как таково у нас стране. И это отражается в нашем Конгрессе. Вы знаете, как вот в этой рабочей группе по подготовке Государственного Совета, как мы спорили и как много было сформулировано проблематики? К сожалению, не вся она вошла в окончательный вариант доклада. Нет. Но наиболее острые темы пока все-таки удалось туда включить. Поживем, увидим, мы оптимисты. Спасибо большое. Я надеюсь, что вы в нашем заседании как раз таки обещали и рассказали нам про деятельность вот этого самого Госсовета. Да, про Госсовет я, конечно, расскажу. Ну, конечно, расскажу. Спасибо.